Приветствую вас, и в том, что вы описали, во-первых, есть такой момент, если у вас есть вероятность депрессии, то депрессию безусловно нужно диагностировать, то есть, чтобы врач-психиатр очно провел обследование и выявил у вас данное психическое заболевание, и, соответственно, назначил вам лечение, как медикаментозное, так и психологическое. Психологическое лечение, направленное на поиск негативных установок глубины, связано, в первую очередь, с тем, что вы ощущаете, ощущали при обострении у вас заболевания. То есть, вот когда вы болели, вы чувствовали себя как? Вот сейчас вы перестали болеть, и вы чувствуете себя по инерции так же. И вот это нужно убирать. Поскольку причина у вас устранена, то вам необходима психоповеденческая коррекция, то есть коррекция вашего поведения. В какую сторону? Тут, наверное, очень важно, чтобы было задействовано ваше окружение. Люди, которые дороги, которые вас окружают, которые вас любят, ценят и так далее. Тут важно, чтобы вы сами для себя открыли какие-нибудь желания. Вот чего бы вы хотели, к чему у вас лечит душа, какие у вас интересы и так далее. И постепенно, потихонечку начали бы двигаться в этом направлении. Постепенно начали бы стараться как-то что-то делать. Ведь дело в том, что за время вашей болезни вы, наверное, привыкли к определенному образу жизни. И сейчас вы уже не столько не любите себя, вы не столько не хотите что-то делать, у вас не столько апатия, сколько именно привычка. Привычка к такому образу жизни, к довольно пассивному образу жизни. И потому, именно эту привычку нужно искоренять. Как? Значит, поскольку у вас нет желания жить, нет желания что-то делать, то нужно усилием воли себя заставлять, начинать что-то осуществлять. И начинать, но не от малого. Когда вы поймете, почувствуете результат того, что вы делаете, когда вы почувствуете, что у вас все получается, что вы востребованы, что вы красивы, что вы привлекательны и так далее, когда вы ощутите себя в другом, непривычном для вас состоянии, вы вкусите жизнь и начнете в нее вливаться. Потому что сейчас вам привычки достаточно того, что у вас есть. Вам привычки достаточно того набора внешних средств, внешних предметов, к которым вы привыкли. И другого вам, по сути дела, ничего не нужно в данный момент. И только лишь поможет вам предметная, значит, концентрация на тех занятиях, на тех объектах, на тех предметах, которые могут вывести вас из этого состояния. И попробуйте помогать твоей маме. Попробуйте делать что-то для других людей. Не для себя, а для других. Вперва. Вот, допустим, своим близким что-то сделайте там, да, съедите куда-нибудь им помочь и так далее и тому подобное. То есть постарайтесь сделать счастливыми для начала тех людей, которые вас окружают. Постарайтесь сделать что-то для них. И их реакция, их благодарность, их счастье послужит для вас трамплином. Трамплином для того, чтобы самостоятельно начинать так же строить свое счастье. Потому что понятно дело, что вот так сразу вы не сможете начать жить по-другому. На это нужно время. И для этого нужно в стимул. И понятно, что на время вашего заболевания вы отвыкли немного от жизни до заболевания. И сейчас вы не можете вернуться одним маслом туда. И вкранить нужно постепенно. И, как я уже сказал, для этого работать нужно в нескольких направлениях. Первое направление это у нас поиск мотивов. В данном случае это вот желание сделать своих близких счастливыми. Самых близких. А потом все дальше, 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 больше, больше и так далее. То есть активно вливайтесь в свою жизнь сперва. Постоянно спрашивайте, чем им помочь, что сделать там для них и так далее. И это вас постепенно будет вырывать из вашего привычного времяпровождения. И второе, о чем можно сказать, это работать с вниманием. То есть здесь важно стараться сосредотачивать свое внимание нажимом до одном. И вот кроме этого больше ничего не делать. Концентрации и внимания нужно учиться. Старайтесь сделать это для начала на простых вещах. Не надо с этим отвлекаться. А потом это на более и на более сложных условиях. То есть если, допустим, вот вам дали какое-то поручение. Или попросили вас что-нибудь сделать. Пока не сделаете. Пока не исполните полностью просьбу. Ни на что другое внимание не обращайте. Это вот вам такая установка. И приначале мы будем довольно сложнее это сделать. Потому что вы не привыкли. Но если вы будете в свободное время тренировать внимание. То есть на каком-то предмете. Фиксировать его. И усилием воли стараться удерживать внимание на нем. То у вас начнет получаться. И вот так действуя в нескольких направлениях. Вы сможете постепенно возвращаться к жизни. Но. Очень важно понимать. Что к той жизни, которая у вас была раньше. Вы не вернетесь. Вы другой человек уже. И жизнь у вас будет другая. Поэтому я рекомендовал бы вам забыть то, как вы жили раньше. Забыть то, что с вами происходило. Постараться, по крайней мере. И ценить то, что вы сейчас имеете. Вы были больны? Были больны. Сейчас вы выздоровели. И вы можете наслаждаться жизнью. И чем быстрее вы получите новое впечатление. Чем быстрее вы начнете испытывать новые эмоции. Тем быстрее в вашей памяти начнет стираться то время, когда вы были больны. Тем быстрее вы начнете новую жизнь. Быстрее будете смотреть в прошлое. Ой, и в будущее, прошу прощения. И меньше будете вспоминать. Меньше будете жить в прошлом и так далее. Потому что прошлое закончилось. Его не вернуть. Каким бы ужасным оно ни было. И этого больше нет. Есть только настоящее и будущее. И начинать нужно с тех, кто вас любит. С тех, кто вами дорожит. С тех, кто имеет надежду на вас. Те, кто имеет какие-то пожелания в отношении вас. Те, кто возлагает на вас какие-то перспективы. Если вы этих людей любите, постарайтесь оправдать их доверие, их отношения, их надежды. Просто потому, что они вам дороги. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. И обязательно, если есть возможность, посетите психотерапевта, чтобы он диагностировал вам возможное заболевание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго.